Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала ОТВ. В прямом эфире программа «Разберемся». Это совместный телепроект Общественный палат Одинцовского района и телекомпании Одинцова. И сегодня мы вместе с гостями нашей студии будем говорить о наружной рекламе. У нас в гостях заместитель председателя комиссии по промышленности, экономическому развитию, предпринимательству и инвестициям Виталий Олегович Шибко. Здравствуйте. И консультант-эксперт Общественной палаты Алена Викторовна Патрина. Здравствуйте. И чуть позже к нам присоединится главный архитектор Одинцовского района Кирилл Завражин. Итак, отправной точкой нашей беседы может служить круглый стол, который прошел администрации на днях. И это был трехсторонний диалог предпринимателей, администрации и общественной палаты. Почему в таком составе собрались за круглым столом? Виталий Олегович. Могу сказать, что с недавнего времени администрация Одинцовского района всерьез взялась за ситуацию с наружной рекламой и стала разбираться в том бардаке, который происходит на территории района. А, соответственно, предпринимателям было сложно и непонятно, не всегда понятно перестроиться под новые стандарты, вводимые администрации. В результате чего в большом количестве стали обращаться предприниматели именно в адрес общественной палаты Одинцовского района. В результате этого мы решили собрать круглый стол, посвященный проблематике наружной рекламы на территории Одинцовского района, и пригласить туда представителей администрации, представителей градостроительной деятельности, в частности завражено как главного архитектора для того, чтобы непосредственно представители власти дали разъяснение, каким образом сейчас строится политика с наружной рекламы в Одинцовском районе, и каким образом действовать предпринимателям при формировании новых рекламных счетов, установки их, какие сейчас требуют нормативные акты, действующие уже на территории Одинцовского района. То есть мы попытались донести до предпринимателей, представителей среднего и малого бизнеса, те пути решения, с которыми, тех проблем, с которыми сталкивается непосредственно предприниматель. То есть Общественная палата выступала таким мостиком, связующим звеном между администрацией и предпринимателями, если мы говорим о представителях профильных управлений. Насколько эффективна получилась эта встреча, Алена Викторовна? Мы считаем, что она достаточно эффективна была, потому что людям было непонятно, что считать рекламным и что считать информационным носителем. Нам представители администрации рассказали, где это можно взять, мы это донесли до предпринимателей, также мы планируем им устраивать круглые столы и далее. И еще у нас такой момент созрел, что мы им будем устраивать семинар для разъяснения, потому что они теряются, они, как правило, очень часто предприимчивы в своей поле деятельности и не очень владеют ни законами, ни другой информацией. Поэтому им разъяснили, что, откуда и где это взять. Это в основном идет информация с сайта одинцова.ру. Но мы надеемся, что эти нюансы будут им понятны. Если что-то не ясно, мы готовы им дальше расшифровывать, чтобы они к нам обращались, как и раньше. Готовы идти им на помощь. Я предлагаю сейчас нашим зрителям посмотреть сюжет о круглом столе, о наружной рекламе, который прошел в администрации. Этот город – самый лучший город на Земле, а потому рекламный облик требует преображения. С таким посылом к собравшимся обратилась Анастасия Маливанова, исполняющая обязанности начальника отдела контроля за рекламой и наружным оформлением администрации Одинцовского района. Введение единых стандартов озадачила предприниматели, которые спешили задать свои вопросы напрямую представителям районной власти. Круглый стол, организованный общественной палатой, собрал все заинтересованные стороны. Сама администрация Одинцовского района поддержала идею проведения данного круглого слова для того, чтобы напрямую ответить предпринимателям на интересующие их вопросы по данной теме. Информация или реклама? Каковы допустимые размеры информационных наружных конструкций? Каким образом получить разрешение на размещение рекламы? Специалисты администрации стараются максимально упростить задачу с оформлением необходимой документации. В наш отдел по контролю за рекламой и наружным оформлением подаются документы. Мы здесь сами уже смотрим, на что мы получаем это согласие. И, соответственно, либо мы даем письменный ответ при согласовании архитектуры внешнего вида о том, что это информационная вывеска и не требуется дополнительного разрешения. Либо, соответственно, если мы понимаем, что это рекламные конструкции, готовим, либо отказываем в выдаче разрешения на установку эксплуатации рекламной конструкции. Наболевшая тема продления договоров, а точнее заключения новых с учетом новой программы развития внешнего облика города. Мы не говорим о том, что мы отменяем все ранее действующие выданные разрешения. Безусловно, они могут сохраниться на жилье, просто в индивидуальном порядке ко всему проходят. Плюс, если мы говорим о том, что у рекламной конструкции, которая не на объектах недвижимого имущества установлена, а просто, например, на земельных участках, вы знаете, конструкция рекламная, то есть, которая на ноге какой-то, и формат 3 на 6, 2 на 7, 3 на 7, то есть, есть же и такие конструкции со старыми действующими разрешениями. Просто изменилось законодательство о рекламе, и с 2013 года, по-моему, с января, все эти рекламные конструкции, они должны быть внесены еще в схему общую размещения рекламной конструкции на территории Одинцовского муниципального района. Вот если эти рекламные конструкции есть в этой схеме, соответственно, они соответствуют закону, вместе с разрешением имеют право на жизнь. Если их в схеме нет, то мы либо их вносим в схему, либо аннулируем эти разрешения старые, и, соответственно, прекращается деятельность. Главный архитектор Одинцовского района Кирилл Завражин сообщил, что уже готовы несколько навигационных проектов, которые позволят свободно ориентироваться в городском пространстве. Помимо того, что сейчас делается, меняется дизайн вылесок, а также рекламных конструкций, мы еще введем, я имею в виду физически смонтируем элементы навигации. Цель – навигация для того, чтобы удобно пользоваться при нахождении различных общественных мест, предприятий, коммерческих в том числе. Уважаемые зрители, это телепроект «Разберемся». Сегодня мы говорим о наружной рекламе. Можете задать вопросы нашим гостям по телефону прямого эфира 508-86-84. У нас в гостях представители общественной палаты Алена Патрина и Виталий Шибко. Итак, давайте разбираться. Первый вопрос, наверное, ключевой, который волновал участников встречи – информационная вывеска или рекламная? Как разобраться в этом вопросе? Там, в общем-то, не очень сложно разобраться. Если вы смотрите на вывески, есть информация о названии организации, о часах ее работы, это информационная вывеска считается. Если вы рекламируете какую-то услугу или продукт, если у вас там что-то сколько-то стоит, это уже считается рекламой. А кто осуществляет контроль за наружной рекламой? Осуществляет контроль за наружной рекламой отдел по наружной рекламе администрации Денцовского района. В принципе, те обращения, которые были в общественную палату, это были в основном обращения от предпринимателей, которые были взволнованы ситуацией, которых интересовало вопрос с продлением договоров, или же были обращения жителей, которых волновали, может быть, вывески какие-то неказистые на фасадах домов, в которых они живут. Мы можем, кстати, показать вывески. Скорее всего, это больше волновало предпринимателей, которые вывешивают свои вывески. Их задача стоит, чтобы продать свой продукт. И каждый считает, что он должен быть ярче и больше, что для города не очень красиво. Но вот те вывески, которые мы сейчас видим на фасадах, это что такое? Это полностью реклама считается. Еще таким мелким текстом, который, в общем-то, со всех сторон дома, это уроды. Центр расположен в одном доме и со всех трех сторон, кроме как входа, где жители заходят. Вот такая красота с лоскуточками. Здесь исключительно рекламная информация, которая доносит... То есть это реклама какой-либо услуги, да? То есть это исключительно реклама, никакой информации здесь нет. Информация только часы работы. Часы работы, название организации. Название организации и дни, да, когда открыто? Да, и дни, да, открыто. Какие еще ключевые вопросы волновали предпринимателей на округлом столе? Что еще волновало? В основном это вопрос стоял о снятии наружной рекламы, разрешения, на которые были получены ранее. Также те рекламные конструкции, которые были незаконно установлены. Соответственно, предприниматели обращались в общественную палату с просьбой разъяснить, каким образом им действовать для того, чтобы получить разрешение на наружную рекламу. Так как они считали, что установив наружную рекламу, они не должны получать разрешение ни в одной структуре. Это было ранее. Это был недостаток информации, то есть те люди просто не знали, что делать дальше, да? Да. Сняли вывеску, и что делать дальше, куда идти, звонят в общественную палату. Да, они обращались в общественную палату с просьбой разъяснить, каким образом им действовать. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет как раз о процессе снятия наружной рекламы в новой Трёхгорке. Рейды по снятию незаконных конструкций администрациями района и города проводятся регулярно. Многие предприниматели до сих пор еще не привыкли к тому, что реклама должна размещаться в рамках закона и правил. Несмотря на неоднократные предупреждения, вывески продолжают оставаться на месте. 28 числа вы должны были это все сами демонтировать. Ничего не произошло, все как было, так и осталось. Поэтому, ну какие кнопки? Но можно еще поверить один раз? Нет, ну, это же не первый раз, поверьте. Мы уже ходим сколько и верим, все вы опустите, через полчаса поднимите, когда мы уедем. Качество рекламных вывесок в нашем регионе выходит на новый уровень. По инициативе губернатора Андрея Воробьева в Московской области разработаны методические рекомендации, как должны выглядеть конструкции. Это делается для того, чтобы рекламы было не слишком много и чтобы она была эстетичной, лаконичной и в то же время информативной. Соответственно, каждая конструкция должна иметь отвечающую методическим рекомендациям концепцию и располагаться в разрешенных местах. Существуют требования и к самим элементам по допустимой высоте букв, подложке и другим параметрам. Готовая концепция согласовывается с управлением по архитектуре и градостроительству и с администрацией города. В рамках поручения губернатора Московской области и затем поручения главы архитектуры Московской области сейчас проходит программа по приведению в порядок облика городов Московской области. И в том числе в эту программу включен, конечно же, город Одинцово. И сейчас нами разработаны альбомы по приведению в порядок вылетных магистралей, привокзальных площадей и главных улиц города. Вот сейчас мы находимся на Трёхгорке, поскольку жители Трёхгорки, они, наверное, наибольшее нарекание почему-то вызывает именно этот район. Наверное, он как бы молодой вообще район, микрорайон в Одинцово. И тем не менее, уже он получается густо заселен некондиционной рекламой и некондиционными информационными конструкциями. Согласованием по размещению рекламы можно заняться самостоятельно. Никаких разрешений и лицензий данный вид деятельности не предусматривает. Прежде всего, необходимо определиться с местом расположения вывески. Все здания в городе имеют собственника, который может потребовать оплату за пользование фасадом вне зависимости вывеска это или реклама. Величина оплаты определяется по договоренности сторон. И далее необходимо пройти процедуру согласования вывески в городских разрешительных организациях. Коммерческая деятельность, особенно торговля, требует вывеску больше и ярче. Однако зачастую такая реклама портит общий вид зданий. Требуется компромиссное решение и специалист всегда сможет его найти. Реклама Уважаемые зрители, это телепроект «Разберемся». Мы работаем в прямом эфире. К нам присоединился главный архитектор Одинцовского района Кирилл Александрович Савражин. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я напомню зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в эфир по номеру 508-86-84 и задавать вопросы гостям нашей студии. Итак, мы продолжим говорить о наружной рекламе. Кирилл Александрович, как бы Вы оценили ситуацию с наружной рекламой в районе в целом? Действительно, ситуация очень напряженная. Мы поделили эту всю рекламу, точнее место ее размещения на некоторые зоны. То есть это так называемые территории вдоль трасс, вылетные магистрали. Это Рублево-Успенское шоссе, Минское шоссе, Можайское шоссе. Также территория вокруг железнодорожных вокзалов или станций. И третье – сами улицы города. Разумеется, как уже говорилось в передаче ранее, что существует некий дисбаланс между желанием предпринимателем. Предприниматели выделятся – это вполне естественное желание. И дисгармония, которая сложилась, и видна не вооруженным глазом, но не специалисту, обычным людям тяжело это сформулировать. Что же не то? Все понимают, что какой-то хаос, но не могут понять, как с этим бороться или что с этим делать. И вот как раз правительство Московской области дало поручение всем районам найти решение. Как же это разместить гармонично, без ущерба для предпринимателей, но в то же самое время привести к какому-то порядку. И вот этой задачей сегодня занимается в том числе Одинцовский район. За круглым столом шла речь о навигационном проекте. Расскажите, что это такое более подробно и насколько информация о предпринимательской деятельности о малом бизнесе может быть интегрирована в этот проект. Что это очень волновало представителей бизнес-среды. Да, само слово навигация по сути означает нахождение чего-то, да, то есть помощь в поиске чего-то. Дело в том, что сегодня существует процесс, который, к сожалению, не очень приятен предпринимателям. Дело в том, что, как уже говорил с передачей правильно, что предприниматель не должен разбираться в том, какая должна быть вывеска. Он ведет другой вид деятельности. Он зарабатывает деньги, дает услуги, сервис, что-то продает. Орган, который контролирует, должен ему помочь в этом разобраться и регламентировать это. К сожалению, те законы, которые мы сегодня имеем, они вышли позже, чем многие предприниматели уже, так скажем, получили свои вывески в виде каких-то рекламных агентств или изготовителей, либо сами своим способом изготавливали. Поэтому, ну, иногда иметь место демонтажа. Говорилось о трехгорке, да, яркий пример. И мы поняли, что невозможно просто у людей что-то отнять, надо им что-то дать взамен. И когда мы разобрались ситуацию, спрашивая предпринимателей, что, собственно, для вас главное. Они говорят, нам надо, чтобы нас знали, раз. И второе, чтобы нас быстро нашли. И этой задачей как раз и занимается навигация. Навигация – это часть нашего проекта, который называется «Новый облик города Одинцова». И она призвана как раз дать информацию и жителям, и приезжим о том, чтобы что-то найти. В частности, блок вопроса по малым предприятиям бизнеса, сервису услуг – это как раз и наша задача. То есть не так, чтобы предприниматель говорит, вот я на фасаде разместил такого размера вывеску, чтобы меня видели там из машины. Мы им говорим, послушай, она тогда должна быть чуть ли не с полдома, ты понимаешь. Поэтому давай-ка мы ближе к дороге разместим знаки навигации, что вот по тому направлению туда, если поедешь, то там будет аптека. Это как вот старые русские сказки. Направо пойдешь, там то-то найдешь, да. Все видели в Москве, все видели, кто там ездил за рубеж тоже. Есть стрелки, указатели объектов, улиц и так далее. Мы же делаем это в рамках того, что будут указатели по улицам и по направлениям. Решили, что будет удобно и всем. И предприниматели, не те, кто хочет найти какую-то услугу или что-то купить, разместить эту информацию там. Это возможно, и это в наших планах. То есть попасть могут все желающие или есть какие-то все-таки ограничения? Наша задача профессионально сгруппировать это таким образом, чтобы попали все желающие. Потому что если мы будем, ну как пример, если мы знаем, что, например, на улице Чистяковой на Трюгорке находятся в одном здании там три аптеки или там шесть продуктовых магазинов, понятно, что мы не будем писать, что здесь аптека там или продуктовый магазин там мясо, продуктовый магазин уголек и так далее, и так далее. Мы просто напишем, что магазин, продукты и все. А дальше уже, когда человек увидел направление, он подойдет и он выберет сам в этом доме, какой продуктовый магазин ему нужен. Поэтому цель, конечно, профессионально сгруппировать информацию таким образом, чтобы все были указаны, все были найдены. И все-таки, возвращаясь к наружной рекламе, на Ваш взгляд, какой не должна быть наружная реклама? Первое, она должна быть уместна в своем месте. Это касается как вопроса, чтобы ее видели. Потому что иногда видишь такие примеры рекламы, где выдаешься, то ее не видят из-за поворота. Или она закрывается веткой. Или там какой-то дорожный знак, на который ты вынужден обращать внимание, и ты автоматом просто не смотришь на эту рекламную вывеску. Поэтому она должна быть действительно видимой. И в этом заключается профессионализм рекламщиков, которые как раз предлагают разместить рекламу в том или ином месте. В то же самое время она не должна отвлекать, она не должна мешать. Она должна быть, вот это слово уместной, она как раз определяется профессионалами. То есть она не должна что-то закрывать. Она не должна мешать проезду визуальному какому-то считыванию важной информации. Например, конкурировать с дорожными знаками. Поэтому у рекламы есть очень простые правила. То есть она, а, должна работать действительно. И, б, она должна быть уместной и не мешать другим видам деятельности. Ну и третий, наверное, такой критерий я бы назвал в области уже субъективного. Это то, что делегировано нам профессионалам в области, скажем так, красоты и облика города. Это то, что мы должны следить за тем, чтобы реклама, она все-таки была эстетически гармоничной. То есть, например, если их несколько рядом, они не кричали с друг другом и были в какой-то увязке логической. Потому что существует другая крайность, когда мы позволяем, и есть такие примеры, всем, так скажем, сделать ярко, много, крупно. Насыщенно. Насыщенно, да. Получается, знаете, такой крик. И в этом крике визуальном теряются все, то есть проигрывают в итоге все. Поэтому нужен какой-то порядок, должна быть система. Вот третий критерий я бы назвал это системность. Если мы поговорим о палатках, нестационарных торговых объектов, вот какими они должны быть? Есть наверняка уже концепция, да, проект разработан. Как быть с этим? Да, очень правильный вопрос. Потому что, говоря о приведении в порядок улиц и вылетных магистралей, и железнодорожных вокзалов, и территорий вокруг них, нельзя, конечно, оставить без внимания вот эти вот павильоны и киоски торговли. Дело в том, что были неоднократно попытки каким-то образом это систематизировать, но они были безуспешны, потому что не было системы, не было какого-то подхода. Что такое подход? Это определенные стандарты. И такие стандарты мы разработали, мы его отдали на экспертизу глав архитектуры Московской области. Были комиссии, был совет, на котором мы получили замечания. В итоге родился документ, родился облик, ну скажем так, идеального стандарта по павильонам. Это что означает? Что мы не стремимся всех под одну гребенку создать. Но стандарт включает в себя, помимо эстетических вещей, то есть это как он должен выглядеть, некие объективные факторы. Что если это связано с питанием, то там обязательно должен быть какой-то рукомойник, санузлы. Если это требует размещения каких-то вывесок, мы прописали четко, где она должна быть, какое место, чтобы ее было видно, и в то же самое время, чтобы создавался какой-то порядок и та система, о которой мы говорили. Мы также разрабатываем схему размещения этих нестационарных объектов, потому что мы... Расположение это принципиальный момент? Конечно, конечно. Оно, опять же, как касается рекламы, нужно быть уместным, не мешать проходу, быть удобным к достижению. Оно не должно находиться рядом с объектами, где они не должны находиться. В данном вопросе, может быть, вы прислушиваетесь к мнению местных жителей, Виталий Олегович, обращаются к вам жители, например, которые жалуются на палатку, которая в дворе появилась неожиданно? Да, были такие обращения. Опять же, возвращаясь к круглому столу, инициатором которым являлась общественная палата, именно основываясь на некоторых таких обращениях жителей, где они говорили о том, что стоят несколько в ряд палаток, и у каждого из них своя отличающая реклама, как говорил Игорь Александрович. Поэтому, в принципе, наведение порядка и приведение к единому стандарту данных палаток, в принципе, я считаю, что это наиболее целесообразный подход со стороны администрации и управления архитектурой. То есть схема уже существует или в процессе разработка идет? Смотрите, она в процессе. Первое, чего мы достигли, это создали альбом от минимального размера, например, киоск печати или киоск по продаже мороженого. И касательно более крупных вариаций, то есть там порядка 50 типов размеров, чтобы предприниматель мог, просто не задумываясь, посмотреть, что ему подходит. Это, знаете, как каталог мебели и так далее. То есть здесь мы были, так скажем, очень ориентированы на помощь будущим, так скажем, пользователям этих павильонов. То есть задача была какая? Чтобы упростить процедуру принятия решения предпринимателю, что и где должно находиться. Мы также рассматривали так называемые гибриды палатки, то есть, например, совмещение с остановками. Сделать это, допустим, не просто остановку, а пункт, например, оплаты, то есть туда терминал поместить. Такие уже существуют. Много функциональнее. Да, да, много функциональнее. В любом случае это революционное решение во всех смыслах. Если расценивать вот то, что будет происходить, но смена и облика, и вот эти новые конструкции, насколько предприниматели живо откликнулись на эту идею? Если ко мне вопрос. Да, да. Вы же общались? Смотрите, безусловно, откликнулись. Я скажу так, что есть две группы предпринимателей. Первая, которая имеет существующие павильоны торговли. И вторая, которая вновь хотят, допустим, открыть, расшириться или заменить. Ну, в силу того, что они устарели морально-технически. Что касается вторых, кто хочет заменить, они уже стали заменять. То есть построено несколько объектов. В том числе и на Бирюзово можно видеть те остановки, гибриды, которые совмещены. Есть просто отдельные, так скажем, монофункции, например, павильон цветы. Поэтому сейчас наша задача постепенно вводить их. Процесс идет. Процесс идет. У нас есть вопрос от зрителей. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Я вот переключилась, у меня такой вопрос. А можно это только по торговым точкам у вас передача? Или можно по сносу домов задать вопрос? Задавайте вопросы, задавайте, конечно. А вот мне интересно, по улице 8-й микрорайон, улица Глазынинская, 24, там уже давно собирались снос, говорили, что будут сносить эти дома. И вот можно узнать вообще, когда и что, и вообще будет ли это когда-то. Кирилл Александрович, вопрос вам. Да, вопрос мне. Смотрите, там ситуация связана, конечно, с застройщиком. Я бы сейчас не хотел, потому что вопрос еще открытый, не хотел бы в прямом эфире давать какие-то оценки, то есть когда и что. Готов в рабочем порядке, у меня приемный день четверг, пожалуйста, приходите, то есть завтра, да. И мы готовы ответить, так скажем, более подробно по вот этому дому. Там непростая ситуация, но так как здесь решение еще до конца не принято, я не хотел бы сейчас комментировать. Причем идет о реконструкции, видимо, микрорайон, реконструкции города, отдельных микрорайонов. Это тема, наверное, даже отдельной передачи, если уже так глобально говорить об этом. Но в любое время, да, может телезрительница прийти к вам на прием. В целом, если мы подведем итог круглого стола и нашей беседы, насколько эффективно получился диалог, уже этот вопрос я задавала общественникам, хотел бы вам задать, может быть, вы для себя что-то вынесли с этого круглого стола, что поможет вам в дальнейшей работе? Безусловно, вы знаете, работа архитектора, она для кого-то всегда. То есть это искусство, не может быть искусство ради искусства, да, потому что все делается для людей, и не имея обратной связи, ну это глупо просто. Я привык всегда выслушивать там и критику, хотя, например, я пришел недавно на эту должность, но я внимательно и конструктивно слушаю критику по предыдущим, так скажем, работам моего предшественника. Вот, несу за это ответственность, ищу решение, поверьте. Достижения есть, то есть мы перетряхнули некоторые проекты планировки, которые должны были, ну, просто изуродовать город. Просто никто не знает, что работа главного архитектора, она еще касается некой, так скажем, запрещающей деятельности плохих проектов, да. Вот, поэтому я считаю, что то, что построено, это построено, это как такой бич, да, напоминание того, как нельзя. Очень тяжело, да, еще кризис к тому же, да, мы должны искать какие-то решения по переселению, поэтому ситуация, конечно, очень непростая. Ну, возвращаясь к обратной связи, да, она, безусловно, нужна. Она нужна, потому что предприниматели, общественная палата, они как раз говорят, что нужно, да, там, какие-то детали, нюансы, например, разделайте здесь вот, там, например, кнопку тревоги, да, вот, а доработайте еще вот это. Это все, ну, просто добавляет, добавляет какого-то, ну, комплексного плюса, да, к нашему продукту, который мы хотим выпустить вот на Одинцовский район. И я считаю, что, ну, во-первых, надо сказать, что мы единственный район, кто принял, например, вот этот облик, да, нестационарных объектов торговли. Я считаю, что это большое достижение, и в этом участвовали, в том числе, и предприниматели, да, мы со многими обкатывали это все, вот, и мы даже собирали, помимо, вот, круглого стола, да, еще была встреча, которую, я считаю, надо продолжать. 300 предпринимателей пришли в волейбольный дворец, чтобы услышать, задать вопросы. Были очень неудобные вопросы для власти, вот, но... Они вам были нужны? Они были нужны, да, это, ну, неизбежно, надо критику воспринимать конструктивно, и мы готовы улучшаться и делать лучше. Говорите нам. Ну что, будем работать сообща. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Напоминаю, что сегодня мы говорили о наружной рекламе. У нас в гостях был главный архитектор Одинцовского района Кирилл Александрович Завражин и заместитель председателя комиссии по промышленности и предпринимательству Виталий Олегович Шипко. Спасибо большое за участие. Уважаемые гости, это был телепроект «Разберемся». До встречи на ОТВ. До встречи на ОТВ.